Дома для престарелых в наше время не приговор. Зачастую пенсионеры получают здесь комфорт, заботу и внимание. То, что не всегда им могут дать родные дети и внуки. В преддверии дня социального работника зампредправительства Ирина Эрмиш посетила новое отделение дома-интерната «Лесное». Открыли его только в мае. Первыми новоселами стали бабушки и дедушки со всего региона. Пока что 30 постояльцев. Учреждение приспособлено для проживания 75 человек. Пустовать не будет, поясняет Ирина Эрмиш. Ивановская область одна из самых старых в стране. У нас 28 процентов. Это люди, которые уже находятся в возрасте за рамками трудоспособного возраста. Это много. Вообще население считается старым, регион считается старым, когда вот доля такого населения превышает 17 процентов. У нас уже 28. Мы и еще старше нас сейчас 9 регионов России. Лира Колесникова перебралась сюда из Фурмановского центра социального обслуживания. Долго переживала, подружится ли с местными. Пока о своем решении не пожалела. Так сожили с обстоятельства. Сын у меня умер. Частный дом. У меня заболевание. Ремоторный адрес. Я не могла справиться с домом, с огородом. И вот попала в центр социального фонда города Фурманова. Там тоже очень замечательное здание. Замечательное все так. Но вот одну путевку выделили нам почему-то. И предложили мне сказать, что здесь условия лучше и все прочее. Я согласилась. Вот приехали 22-го. Мы недавно здесь. Еще обживаемся, можно сказать. Здесь и накормят, и обогреют, и подлечат. В учреждении есть стоматолог, терапевт. Предусмотрены в физиолечении физкультурный зал. Меню для души еще разнообразней. Это танцетерапия. Это творческая мастерская, которая включает в себя очень большой и обширный перечень. Это и рисование, это и какое-то конструирование. То есть на каждое желание оно возможно. Пенсионер может попасть в Дом-Интернет, если его признают нуждающимся в социальном обслуживании. Всего в регионе около 20 тысяч человек пользуются услугами соцработников. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.